Добрый день, добрый день. В прямом эфире наша историческая программа «Сделано в Вятке». Меня зовут Владимир Сметанин. И спустя две недели я приветствую в нашей студии Сергея Шуклина, историка, краеведа, исследователя, как я в прошлой передаче вас Сергея Ивановича крестил, «Анфилатовед». Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, две недели назад в это же время выходила программа, посвященная ксенофонту Алексеевичу Анфилатову. Мы подробно говорили о его торговле, о его торговых связях с другими странами, в том числе налаживании деловых контактов с Америкой. Ну а сегодня мы предупреждали вас, слушатели, сегодняшнюю программу мы посвятим в основном о создании Анфилатовым общественного банка в Слободском. Да-да-да, если вы об этом никогда не слышали, то это славная страница нашей истории. Но перед этим, Сергей Иванович, все-таки хотелось бы пройти по основным вехам биографии нашего земляка, ксенофонта Анфилатова, а затем уже мы как раз-таки подойдем к идее создания банка, во многом уникального и уникального по сей день. И в чем ценность еще нашей сегодняшней передачи, сегодня, вы сказали, будут озвучиваться те моменты, те истории, те моменты, те стороны, о которых много-то людей, по большому счету, еще не знают, потому что активное исследование жизни Анфилатова было более ста лет назад уже, да? Столетию Анфилатовского банка. В 1910 году, давайте вспомним, выходило издание авторства... — Герман Замятина. — Германа Замятина. Вот как раз-таки исследования, да? Это большая книга, одна книга? — Да, это одна книга. — Вот она как раз перед нами сейчас. — Герман Замятин — известный историк, профессор Дербского, Воронежского, Вятского университетов. Он сохранил нам очень многие моменты и документы, но за этот период появились и новые документы, и новое мнение, и открылись неожиданно. Более того, в его работе... — За это время, то есть за сто лет с лишним, в общем-то, да? — Да. Тем более, что в тексте есть прямые вопросы, которые он, например, не знает, и хотя... — Ответа на них не дает. — Да. Ну, он в версии... Но, конечно, прежде всего надо вспомнить, о чем все-таки Анфилатов... Потому что если сто лет назад о нем все знали, потому что это была знаковая фигура для русского предпринимательства, не только Вятского, но и для российского. Я потом это подробнее немножко расскажу, когда было столетие Анфилатовского банка. Но что он сделал? Как он появился как предприниматель? И тут нужно сказать очень интересный момент. Ксенофонд Алексеевич Анфилатов родился в крестьянской семье 26 января 1761 года. Имя свое он получил по святцам, потому что семья была очень религиозная, так как 26-го, то он стал ксенофондом. Это говорящий на другом языке. Значит, что мы можем сказать? Семья переселяется почти сразу в Слободской, так как они записываются цехами, но в какой цех мы не знаем. Анфилатовы занимались... Цехами, давайте поясним. Цехами это значит скорняжники, кузнецы. В общем, это профессиональная принадлежность. Да, это профессиональная принадлежность. В Слободском было очень сильно, это значит скорняки, несколько цехов, и, значит, кожевники. Есть кузнецы, но Анфилатовые точно не кузнецы, потому что... Кстати, насчет этого дела в Слободском по-прежнему... Нет, там у нас нормальные кузнецы, но вот из всех Анфилатовых кузнецами из 83-х семей до революции ни один не занимался кузнечными методами. Зато извозом занимались половина, потому что и Вагина, и Шостякова, и Всесвятская находилась на Большом Сибирском тракте. Удачное расположение такое. Да, да. И вот все эти 18, так сказать... Вообще, так сказать, это был даже один платогон. Ну, это путешествие. И вот что это такое? Дорога на Сибирь была очень тяжелая. Достаточно сказать, что она появляется после того, как утверждается дипломатическое отношение между Россией и Китаем. И проводником был наш купец Семен Лянгусов. Анфилатовые занимались извозом. Но чтобы представить эту дорогу, просто сказать, что, например, когда пошли кандальники, то дорога в один конец у них занимала два года. Кандальники — это осужденные за те или иные антигосударственные, так скажем, деяния. Значит, ямщики, конечно, быстрее, но все равно в процессе они переобувались. То есть нужно было менять колеса на это. Что же так... На сани. Да, на полозе. На полозе. Или наоборот. Да, или наоборот. Переход с лета на зиму, либо наоборот. Что же, собственно говоря, туда везли? Потому что самое-то главное. Зачем? Туда везли различные русские товары. Это и холсты, и железо. Я вот гвоздь вам показывал. Да-да-да, перед началом эфира Сергей Иванович мне продемонстрировал... Потому что это гвоздь. Это гвоздь, как сказал Сергей Иванович, это гвоздь, который... Из дома Анфилатовых. Да-да-да. 18 век. Почему я показываю этот гвоздь? Дело в том, что за такой гвоздь... Сергей Иванович, простите, его смогут увидеть нас и слушатели. Мы сейчас делаем видеозапись нашей беседы. И потом на сайте хакирова.ру вы, пожалуйста, заходите. И действительно увидите, что гвоздь, как утверждает Сергей Иванович, из дома Анфилатова. Да, это подлинное. За такой гвоздь можно было обменять в Сибири, это где-нибудь в районе Охотской или других, можно было обменять на шкурку чернобурной лисицы. Если повезет, можно было и ценную. Шкурка тогда стоила несколько рублей. Очень ценна, 100 рублей. Что можно было купить за эти деньги? За эти деньги можно было купить лошадь. А за большую, хорошую ценную, можно было два ялика купить. Что вы, простите? Ялики, это суда с парусами, небольшие такие. Речные? Да, речные. То есть, понимаете, что... А ведь шкурка, она легкая. А сани нагружалось где-нибудь 150-200 пудов веса. То есть, это выгодная торговля. Ну, конечно, туда везли водку. Увез однажды и все, обеспечен, считай, на долгое время. Да, если повезет, но еще надо довезти, потому что там это и замерзнуть можно, и волки могут напасть, и разбойники. На других дорогах там были, целые деревни уходили в разбой, особенно, так сказать. То есть, это было довольно-таки опасное мероприятие. Время бежит, Сергей Иванович, нещадно. Значит, Анфилатов занимался торговлей и стал крупным акционером российско-американской компании. Об этом сейчас не говорят. И вот, будучи акционером, после знаменитой экспедиции Шелихова, Анфилатов покупает первое свое судно в 1790 году. Как раз на два пая, вероятнее всего, которые он получил по этой экспедиции. За 3400 рублей. Большие деньги. Да, но самое интересное другое, что он купил их у Антона Мессендика, у которого был судно, которое называлось Радищев. Только не в честь Александра Радищева, а в честь его брата Моисея Радищева, который был начальником таможни в Архангельске. Но Анфилатов был, похоже, знаком и с Александром Радищевым. И это очень интересно, так сказать. Но, опять же, мы немножко так сказать. Он начал торговлю с Архангельском, начал это, так сказать, и в 1803 году он, значит, в 1802 он учреждает первый, значит, торговый дом в Лондоне. А в третьем году он вместе со своим тестем и гассенкессенским купцом де-брокером, они основывают одну из первых акционерных компаний. В России это беломорскую компанию. Почему мы так сказать? Потому что ее акционером был император. И они имели право в том числе беспошлино торговать солью. Это очень важно. Это как уже купцы самой высшей гильзии. Да, это первая гильзия. Более того, Анфилатов получил право выходить прямо с посланиями на кабинет министров графа Румянцева и на самого императора. Причем в одном из писем там прямо сказано, что считайте, что я его уже поддерживаю. Это очень, так сказать, это важно. Но Анфилатов не... Это не... Он... И, значит, проекты начинают двигаться. Интересно следующее, что отправка кораблей в США была по просьбе правительства. Российской империи. Да. Это говорит граф Мордвинов, военный министр. Это говорит Сынксенов фон Танфилатова. И там очень интересный эпизод, но мы про него уже... Надо напомнить, уточнить, что в то время не было никаких дипломатических отношений. Да, более того, мы сейчас привыкли, что США это большая страна. А тогда в пяти американских крупнейших городах была численность населения больше... Только в пяти американских городах численность населения была больше 50 тысяч. В Вашингтоне можно было куропаток из окна стрелять. Это донесение, так сказать. Более того, когда после экспедиции Анфилатов... Анфилатов, как мы помним, значит, получил миллион почти. Ну, он считал, что где-то 450. Ну, это, так сказать, все равно прилично очень деньги. Дипломаты, когда приехали, мне спросили, а русские уже тут есть? Вы знаете, после Анфилатова американская диаспора, которая сейчас насчитывается несколько миллионов, была. Это было два человека. Один это священник католической церкви, князь Дмитрий Голицын, а второй беглый русский матрос. Если Дмитрий Голицын фактически причастен сейчас почти к цветым, это подвижники, то беглый русский матрос, это очень интересная история, но это отдельно. Но это отдельно, да. К сожалению, не успеем сегодня. Но самое главное, что после возвращения у него начинаются проблемы. Более того, когда его корабль, Святой Михаил, возвращается из Бостона, он неожиданно два раза садится на мель в Зунгском проливе. Лоцман его садит. Это уже что-то. Значит, корабль фактически чудом спасается, какие-то спасатели их двигают. Но тут очень много обстоятельств, которые говорят, что начинается игра против русских торговых отношений. Конкуренция. Да. Причем конкретно со стороны Великобритании. То есть разоряется Екатерининская гавань. Там захватывается от 11 до 17 судов. Все остальное грузится водкой и хлебом. Остальное все сжигается. Ксенофонд, судно, которое шло в Салем, оно захвачено англичанами. И если бы даже просто оно дошло, то Анфилатов бы уже не разорился. Он так и не знал, что это значит случилось судно. Его захватили англичане. Но самое большое дело, конечно, которое нанесло, это донос немецких матросов о том, что он занимался контрабандой. Мы уже с вами говорили. Мы немножко говорили об этом передачи 2 недели назад. И поэтому просто скажем, что у него большие проблемы были. Но именно в этот период он выступает с кладатостью о том, что в его родном городе учредить банк для помощи простым людям. Или, как он называет, малокапитальным, но трудолюбивым купцами ремесленников. Вот давайте четко проговорим, откуда вообще у ксенофонта Алексея что-то идея взялась. Вот. Спасибо. Дело в том, что действительно, откуда вообще у крестьянского сына такое знание финансовой стороны? Ну, почему он хотел, это все понятно. Потому что он еще в 1799 году попробовал взять кредит в тысячу рублей в приказе общественного презрения в Вятском. И он его не получил. Требования были высокие или что? Дело в том, что там вообще старались не давать. Потому что он был не дворинен. Учреждения финансовые есть, а вот с выдачей проблемы. Да, потому что он, во-первых, не дворянин. Во-вторых, потому что они своих кредитовали. Зловопотребления там были просто страшные. Веленская губерния, Вятская губерния, проще так сказать. Потому что дешевые кредиты. Государство им давало деньги, они распространяли это, так сказать. Там отставки были очень часто. За какие-то финансовые, так сказать. За махинации, честно будем говорить. Но тогда много махинаций действительно было. И Анфилатов понимает, что у него на родине должны быть. И вот, собственно говоря... Вы сейчас как раз-таки открыли книгу, в которой говорится о... «Сколь великое беспредельное усердие мое к общему отечественному благу, пишет Ксенофон Анфилатов». Это кому он пишет? Граф Урмянцев. Граф Урмянцев. «Вашему сиятельству довольно то известно. Из некоторых моих особо по внешней торговле предприятий, главнейшие, сколь клонившиеся и в кое основанном их расположением и удачным произведением в действии приобрели одобрение у самого правительства». Это про США. «Движучим, будучи с ним усердием, желал я, милости государя, содействовать пользам для общества таким делом, которое для распространения в России торговли и с ней вместе и промышленности в разных мастерствах и ремеслах предлагало бы себе достаточный способ к денежным пособиям, купечеству, малокапиталисту в их торговых оборотах, а мещанству и ремесленникам в котреплении их умножения в совершенстве ремесел и рукоделия под необременительные проценты». «Очень важно, подчеркиваю. Да, вот это он всегда подчеркивает». «Я напоминаю, что это язык начала XIX века». «Почему? По его словам, первое, при всех заботах правительства некоторым образом достигли взветущего своего состояния лишь в столицах и в главнейших торговых приморских городах, тогда как большей частью тех, кто уже успел ранее составить себе значительное состояние. Судьба же купцов малокапитальных, а ровно мастеровых и ремесленников, в особенности во внутренних городах, то есть в провинции, прямо-таки незавидна. Редкие из них трудами своими могут приобрести себе и столько, сколько, чтобы им на одно только семейство им пропитание и городские повинности». «Городские повинности – это всевозможные налоги, сборы и так далее». «Присчитай тому, милостивый государь мой, пишет он, что во всех прочих городах, кроме столиц, нет никаких особенных средств к денежным пособиям за проценты, которые были бы умерены». Дальше он пишет, что «интересанты потеряли совесть, они довели проценты до 10 и до 12 процентов». «Мы кого имеем в виду?» «Ростовщиков». «Ростовщиков». «Будем так говорить». Называются они «интересанты», но они уже есть. Он говорит, что процент должен быть умерен не больше 6-8 процентов, а желательно, чтобы и одного процента было достаточно. Главное, чтобы развивалась вот эта самая промышленность. Сергей Иванович, очень важный момент. Откуда взяты современным языком выражаясь эти ставки от 6 до 8 процентов? А вот, дальше он пишет о том, что по знакомству с заморскими банками. А с какими заморскими? Конечно, его корабли плавали и во Францию, и в Англию. Но наиболее интересное, сопоставимое, значит, очень похоже на уставы итальянских банков 15 века. Банки – это самые старые банковские учреждения в Европе. И основаны они были для борьбы с ростовщиками. Назывались они «Монте Паи». И основывали их орден францисканцев в 15 веке 1470... И они для того, чтобы бороться как раз с ростовщическими процентами. Откуда брались деньги? После службы монахи проходили в церкви и просили деньги, чтобы богатые люди делились. Среди прихожан, собственно. Да, среди прихожан. И эти деньги без процентов первоначально распределялись среди простых людей, у кого проблемы. А у простых людей проблемы всегда, да. Да, потому что проценты. Ростовщики, ну, там много можно, значит, и там святые многие говорили о том, что ростовщики – это звери. А проценты там и до 300 доходили, и до 50 доходили. Мы просто с нашими можем сравнить, они, в принципе, похожи. Так, возвращаемся в Слободской, к Общественному банку. Какой ответ получил Анфилатов, собственно, от Румянцева? От Румянцева он получил добро. Добро. А от Слободского он получил недобро. Более того, Румянцев был удивлен, потому что городские головы Слободского, это шестиглавая дума, на предложение Анфилатова, которое он переслал городскому голове Платунову, то же самое письмо, где он очень убедительно это все доказывает. Сказали, что освобожение не хотят. Не нужен им такой момент? Не нужен такой. Да ладно. Просто если вспомнить последующее событие, очень даже нужен. Да. И Анфилатов в своем письме графу Румянцеву убедительно доказывает, что его обманывают. Что просто часть интересантов, которая здесь есть, они не хотят, чтобы у нормальных людей был нормальный кредит. В общем, опять же, современным языком, ростовщическое лобби это называется. И поэтому устав Слободского банка был утвержден кабинетом министров Российской империи. Где прямо сказано, что если слобожане не понимают еще, то, в принципе, потом они убедятся. И слобожане действительно убедились. В 1846 году слобожане икону поставили. А что собой представляет общественный банк? Согласитесь, что это... Давайте сейчас по параметру озвучим того банка, этого устройства, который был... Сейчас четко дату мы должны произнести. Дата основания общественного банка в Слободском. Банк основан был... 1800. Он начал свои... В конце 9-го... 31 декабря с 9-го на 10-й год. Да, да, да. Интересно, что реформа финансов в Сенате началась тоже 1 января 1910 года. 10-го года, да. Тут вообще очень интересно, потому что вообще у меня возникал вопрос, честно говорю. Как Ксенофон Танфилатов написал устав? Устав, который был переиздан... Кстати, он не говорил, что он написал устав. Он писал, что по представленному от меня уставу. Тут немножко разное. Да, смысл иной. Да, смысл иной. Более того, Слободской устав был переиздан, вошел в первый свод законов Российской империи. Спиранский туда поставил на первое место. И рекомендовал другим городам. Про Вологодский мы можем говорить, что он был первым. Но он был без устава и без денег. Нет, на полном серьезе. А вот на Слободской ссылались все последующие. Потому что это было утвержденно. Это было, так сказать, уже опробовано. Это все было уже. Денег Анфилатов дал 25 тысяч. Безвозмездно. Уставный капитал. Да. И самое главное, он дал устав. Устав, который позволял функционировать вот этому банку. Собственно говоря, за что ему и респект такой. 25 тысяч, когда у него было 2 миллиона 400 тысяч. Тем более Анфилатов хотел еще таких банков наделать по России. Но вот быстрое, неожиданное разорение это помешало. Надо сказать, что политические проблемы, это действительно важно. Кто ему помогал? Надо честно сказать. Потому что... Кто помогал в организации банка? Дело в том, что вопрос возникает, а кто написал? Вообще помогал ему писать устав. Более того, в письме Платунову, во втором письме Платунову, он рассчитывает прибыльность банка, исходя из 6% годовых, которые он считал должно быть постоянно. И оно, кстати, действительно, это общественные банки кредитовали более 100 лет под 6-8% годовых, как в Италии. Так вот, самое интересное, что он рассчитывает прибыльность банка из этих процентов на 105 лет вперед. То есть до 1912... ой, простите, 17... Ну, в общем, самое интересное, что идет геометрическая прогрессия, приращение геометрической прогрессии через 15 лет с фарс-мажорными обстоятельствами, с прибылями и ссылки на подзаконные акты времен Екатерины II. Откуда человек, который школу не кончал, знает такие подробности? Более того, он превысокопит к уставу Слободского анфилатовского банка устав учетных контор. Его вообще в свободной продаже не было. Его вообще нельзя было получить. А он читал, доказывал, значит, кто-то у него покровитель. У меня первоначально была проблема, что это его родственник, купец Попов. Предположение вы имеете в виду? Да, предположение. Потому что у него были работы по финансам, но здесь очень сильная проработка финансовых вопросов. И когда я столкнулся с архивом графа Мордвинова, а это крупнейший российский экономист того периода, это просто, ну, что мы можем сказать? Пушкин его называл. Это вся наша оппозиция. Шеф жандармии говорит, что самая опасная это партия Мордвинова, партия русских патриотов. Потому что это его лозунг спасения России. Да многие о что говорили. Екатерина Вторая называла его золотое письмо России. Вы почитайте устав Фонфилатова. Это написано просто великолепно. Но я вообще не представляю. На этом вы сделаете предположение, что, возможно, как раз помощь тогда тут заключается? Нет. Дело в том, что у меня целый список есть работ Мордвинова по финансам. Я это, так сказать, могу озвучить. Могу, как вам, так сказать. Но ничего, ничего. Это сейчас не самое главное. Но самое главное, что в конце своих работ он почти всегда, почти всегда он был педант. Он озвучил прибыльность того или иного банка на 105 лет вперед с геометрической прогрессией, пошаговым 15 лет и прочее. Он теоретик. Это очень похоже на, так сказать, то, что было написано в письме Анфилатову. Анфилатову, да. Потом, значит, Анфилатов и Мордвинов были знакомы. Еще в 1802 году граф Румянцев, значит, писал, что ему был представлен прожект по Смоленому торгу через графа Мордвинова. Граф Мордвин был адмиралом, занимался закупкой для флота. И с крупнейшим, значит, поставщиком различных товаров Анфилатовым он знаком был давно. Что мы можем сказать еще? Еще, прежде всего, граф Мордвинов, он был фанатик создания вольных банков в России. То есть банков, которые могли бы быть... Вольных, поясните, пожалуйста. Вольных, это значит, не подконтрольных государству. Потому что были как бы созданы уже государственные банки. Они функционировали не всегда, мягко говоря, хорошо. И он считал, что нужно создавать такие системы банков, губернских банков, значит, частных банков по всей России. Потому что он считал, что кредиты – это кровь торговли. И вот в одной из своих работ он пишет очень интересную вещь. Мордвинов. Да, Мордвинов. Вольный банк, вольный России банк не должен делать никаких спекуляций. Не показывает и не прорастает ничего. Ибо есть он не проминный банк, а банк для работы. Из всего краткого представления явно усматриваться, что сей банк банкрот быть не может. У Анфилатова тоже написано. Банкрот не может быть. Потому что исключены спекулятивные операции. Ибо не входит он ни в какие спекуляции. Вся сила у него состоит в единой сильной движении монет. Вероятно, что для прибрания той новой пользы и своей необходимости постарается каждый из своей недвижимости начинает пускать деньги в оборот. И вот он пишет следующее. Сей план весьма противен интересам торговли английской, французской, саксонской и прочим. Быть может, многие скажут, что и некоторые российские фамилии могут от всего потерять. Немало. Это правда. Но правда неизбежна. Хотя бы сей план принят был или нет. Ибо поступило уже таковых имений, мнений. В купеческие руки от купщиков винных немало. Если великие, славные, мудрые и думами своими преданными Богу и Отечеству предки тех фамилий русских, Богу и Отечеству предки тех фамилий, находясь ныне пред высочайшим предстволом провидения, умоляют Оно избавить потомков их от избытка, наносящихся им вред. Но то неизбежно. Предстоит тех имений лишиться, будя не хватать Оно скорее жить и поступать по примеру их великих предков. Впрочем, где идет речь о пользах государства и отечества, там и истинный россиянин не поступится ни под чем. Сергей Иванович, что это значит простым языком и на рекламу уйдем? Простым языком и прочее. Банки должны давать под необременительный процент. Они должны вовлекать туда как можно больше народа. И способствовать, чтобы... Народа, причем разночинного. Да, да, потому что он для провинции. Да, да, да. Для самого обычного народа. И процент должен быть как можно меньше, потому что это так называемые джиро-банки, то есть оборотные банки, они спекулятивные. И что можно для этого еще сказать? Такие банки, они будут существовать вечно. Вот, вот. Мы сейчас уже как раз таки в вечность-то и делаем выстрел. Да, сейчас у нас реклама небольшая, продолжим после нее. Продолжается наш разговор с Сергеем Шуклиным, историком, краеведом, исследователем из Слободского. В центре нашего внимания сегодня ксенофон Танфилатов. Наш легендарный купец, основатель первого общественного банка в стране. 1810 год, город Слободской. Сегодня, напоминаю, переносится именно туда. И вот сейчас хотелось бы очень четко поговорить, что за условия выдачи кредитов. Ну, процент мы уже выяснили, кто получал, как это сказалось на современным языком, выражаясь, социально-экономической ситуации в городе в целом, в регионе. Итак, давайте пройдемся по основным вот параметрам. Мы ксенофону Алексеевичу сказали уже, что 25 тысяч денег дал. Да. Плюс там еще денег давали немножко. 3 тысячи. 3 тысячи, да, вот это все в банк пошло. Так. Так, граф Румянцев хотел, чтобы еще государство дало, но государство не дало. Ну и слава богу, что не дало. Поэтому и прибыли рассчитывались из 28. Под какие условия давали проценты, соответственно, оговорены. Давайте произнесем. Значит, проценты выдавались под 6-8 процентов годовых. В Слободском в основном 6-33-7-0-4. Ну, где-то до 8-ми там есть разные личные. Но самое интересное, это было стабильно из года в год. Более того, сейчас... Стабильно что? Не менялась, в смысле, вот эта ставка не менялась. Да, то есть она очень небольшая. Почему-то сейчас не говорят, что в Российской империи было запрещено ростовщичество. Со времен Екатерины Петровой. Более того, по закону 1897 года взимание свыше 12 процентов, это была уголовная ответственность. Проводите параллели с современными. Параллели очень интересные. И старуха-процентщица покажется вам, так сказать, тем более, что она занималась уголовным фактически делом. Хорошо, а еще какие условия? Так, условия. Значит, деньги выдавались под залоги и под поручительство. Чаще всего и того, и другого. Но дело в том, что так как проценты были невысокие, у тех же интересантов, которые были, они все равно были. В Вятской губернии, кстати, был всего один ростовщик на 3 миллиона жителей. А в Слободском их вообще не было. А сейчас в Слободском, по-моему, да, официально. Официально. Вот. Значит, и выдавалось под залоги, это была недвижимость, каменная дама или ценные вещи. Оценивалось где-то в 30 процентов. Ну, от стоимости. Треть? Да, да. Потому что это были краткосовечные кредиты на год. С возможной пролонгацией. Возвратность была очень высока. Потому что люди сами стремились вернуть эти деньги. Потому что в противном случае они попадали в черный список. Но более того... Портили себе кредитную историю, как сейчас говорят. Но более того, банк начинал помогать. И кроме того, им помогали так называемые поручители. Вот сейчас поручители есть. Но это очень сложно. А тогда очень было интересно взаимопоручительство. То есть ты поручился за него, он поручился за тебя. Но там кто-то еще. И весь город, например, как бы становился собственником банка. И становился... Это была как команда. Это касса взаимопомощи. Это большое дело. Кто пошел за этими кредитами? За этими кредитами пошли малокапиталистые купцы и ремесленники. Потому что крупных старались отсеивать. Более того, банк контролировал городские думы. То есть дума, местное самоуправление, которое получало прибыль, тоже заинтересовано было, чтобы это функционировало. Чтобы прибыль. И чтобы не было, как кошмарить бизнес. Как сейчас говорят. Более того, банк и дума были партнером власти. Ну, например, за нецелевое использование 1040 рублей в Слободском отправляли в отставку городского голову. Такой эпизод. Была такая история. Да. Но самое интересное другое. Возвратность была очень высока. И что мы можем сказать? На что брали? На что брали? Куда деньги шли? Вот благодаря дешевому кредиту в 1848 году 75% населения города Слободском были предпринимателем. Вдумайтесь. 75% населения занимались каким-то делом. Да. Причем это были семейные. Предпринимательством имею в виду. Семейные. Из года в год. Потому что нормальный процент, нормальное отношение. И вот, например, из несуществующего дерева начинают делать шкатулки Макаровы. Это династия. Мастера Бакулевского завода начинают делать подужные колокольчики. Это целые династии Желваковы, Каркины, Ситниковы. Меховое производство. 23 предприятия. Это, проще сказать, чего не было. И вот Слободской, для того, чтобы их видели, и в Вятской губернии, другие города пытались это сделать. И очень часто банки, такие общественные банки, создавались в память о родителях. Это как? Ну, это в память о родителях. Например, Федора Веретенникова банк в Вятке. Видя, как процветает Слободской, московский купец вятского происхождения Петр Федорович Веретенников, так как его отец хотел бы, чтобы у него был, а у того были деньги, он написал прошение в 1848 году о том, чтобы он хотел, взяв устав Анфилатовского банка, сделать такой банк в Вятке. — Не получилось? — Получилось. Через 12 лет. — Ну вот, да. — Умер Петр Федорович. — Не припомню, да. — Да, умер Петр Федорович, но родственники по завещанию все равно это сделали. И Вятка получила очень мощный источник развития. Котельничка, Родаковы, другие, так сказать. Это было много. Некоторые создавались чисто на благотворительность. Но у Анфилатова не было целей чисто только на благотворительность. Он сказал, что нету такой цели. Но пункт пятый устава, что прибыль тратится на городские нужды, на благотворительность и другие, так сказать. Ну, часть прибыли. И она тратилась. На что она тратилась? Доплачивались учителям. Было куплено здание для гимназии. — В общем, социальная сфера пошла тоже развиваться. Там водопровод в Слободском был создан. Причем его строили та же фирма, которая, например, делала на Красной площади ГУМ. Мюра Мюрлис. Потому что деньги были. Потому что, проще сказать, доплачивали врачам, учителям. Содержали лекарства для бедных в Слободском. — А воровать умудрились, Сергей Иванович, еще при этом? — У нас злоупотребление. — Злоупотребление. — Воровать очень интересное, значит, нашумевшее... — Но это я так отвлекся немножко. — Нет, правильно вы сказали. Потому что было очень интересное дело. Таких банков вслед за Слободским было создано 347. — По всей империи. — Это в каждом третьем даже больше городов. Особенно, вот я вам даже хотел показать, значит, список городов Российской империи, где были такие общественные банки. — Я поверю вам, три сотни. — Их было очень много. И они создавались 10 тысяч, 25 тысяч было достаточно. Но брали... — Это вот для... Мы имеем в виду денежную сумму. — Да-да-да, это были небольшие суммы. Но, брав устав, они, значит, возвратность была высокая. Им позволялось кредитовать в 5-10%. Разорялись редко. Но зато дело, которое прогремело, это Скопинский банк Рязанской губернии, оно прогремело на всю Россию. — В двух словах сейчас получится. — В двух словах это была первая пирамида задолго до Мавронии. — Финансовая. — Да. Дело в том, что, значит, в Скопине был основан в 1863 году общественный банк. И бывший бургомистр, а потом директор Иван Рыков. Сначала он это... А потом он просто ушел во все тяжкие. — Несите ваши денежки. — Да-да-да-да. Причем интересно, что Ярославцев, он не брал кредиты, зато развернул благодаря журналам по всей России рекламу. И с уставным капиталом в 10 тысяч они напривлекали 12 миллионов. Рыкову вменялось... Ну, они город отстраивали, там много чего хорошего делали. Но там такие были злоупотребления. Достаточно сказать, что когда был суд, обвинение читал Плевака. Журналист ослечал это. Был Антон Павлович Чехов. Желающих было, присутствующих было море. Но Иван Рыков сказал следующее. Он сказал... — Закончите мысль, просто я вам показываю, что времени не так много. — К сожалению, это был самый выпивающий случай. Но это был единичный случай. Потому что система контроля должна быть. Их там вообще оказалось не было вот в этом скопине. — Сергей Иванович, к сожалению, время у нас приходится обрывать. Просто я еще хочу все-таки закончить тем, с вашими чаяниями, вашими надеждами на то, что имя нашего земляка, ксенофонта Алтфилатова, будет достойно увековечено. Давайте еще раз напомним. — Конечно. — Что бы вам хотелось? Музей. — Да. Мне хочется, чтобы сохранились воспоминания. Более того, возможно, что вновь и дела, и имя ксенофонта Алтфилатова поможет вспомнить лучшие традиции русского предпринимательства. И вятского, и... Потому что они действительно хорошие. Вот, например, Райфайзен. 1800. Они сделали очень похожую схему. И Германия, и Австрия получили очень мощный толчок. Почему у нас сейчас... — Почему мы забываем, да? — Почему мы теряем эту опору, основу? — Почему мы забываем, что ростовщичество — это грех? Мы забываем, что это плохо. Не только с экономической, но и с моральной точки зрения. Вот буквально закон о ростовщичестве принят только в прошлом месяце. И то такой половинчатый. А ведь, ну, надо действительно это... И ксенофонт Алтфилатов, если о нем вспомнить, а это юбилейные даты у нас, это... Он достойный. Тем более, что награду он не получил, которую ему кабинет министров хотел дать. Вот. — К сожалению, завершаем нашу беседу. Еще раз обращаюсь к нашим слушателям неравнодушным, возможно, представителям бизнеса, руководителям и так далее. Вот есть такая идея, достойную вековечить память ксенофонту Алтфилатова. Если вы разделяете это, пожалуйста, мы можем помочь вам связаться с Сергеем Ивановичем. Координаты нашей редакции всегда известны. Можете звонить, можете писать. Ну, а на этом мы завершаем нашу программу. Очень интересно, очень познавательно. Эта программа сделана в Вятке. Напоминаю, Сергей Шуклин, историк, краевед. Я думаю, что мы найдем еще материал для того, чтобы продолжить наш разговор о ксенофонте Алтфилатове. Всего доброго. На сегодня все. До свидания. Сделано в Вятке.